69 лет назад завершилась Великая Отечественная война. 9 мая 1945 года советский народ впервые праздновал долгожданную победу над нацистской Германией. Уже по сложившейся доброй традиции свой заслуженный праздник, День Победы, ветераны начинают отмечать солдатской каши. Полевая кухня развернулась с раннего утра у городской администрации. Угощали ветеранов и их родственников. И лети за ясным солнцем свет, И бойцу на данных пограничке От Катюши передай привет. Каждый год 9 мая ветераны собираются вместе в тесном кругу, чтобы поговорить о жизни, вспомнить боевые годы и просто пообщаться. По традиции для них приготовлено угощение – солдатская каша и фронтовые 100 грамм. В годы войны каша не была такой вкусной, как сейчас, но именно такую пищу ели наши прадеды в военные годы. Для нас полевая каша – это хороший завтрак для военных ребят. И легко на желудку, и легко с автоматом. Этой каши нам привозили на передовую. От души пели. В грубой соберемся и песенки спели. Песни военных лет – знаменитая «Катюша», «Синий платочек» и другие, которые пели во все времена. Именно они помогали выживать, поднимали настроение и укрепляли веру солдат в победу. И сегодня песни этих лет звучат для ветеранов. Песня «Катюша» Полевую кухню с ветеранами отведал глава города Алексей Калмаков. Вместе с участниками Великой Отечественной войны он поел каши, поговорил о жизни, поделился праздничным настроением. День Победы для ветеранов – праздник радости и грусти. Ведь эти тяжелые военные годы пришлись на их молодость. Великая Победа – это для меня как день рождения. Даже высшее. А почему? Потому что день рождения – это день рождения. А Победа – это великая кровь. Пролита наши затоптанные следы. Потеря огромная. И день Победы очень дорогой. Выстояли, выдержали, не сломались. Несмотря на боль, холод, голод и бомбежки, вырвали Победу. Ценой своей жизни, здоровья, молодости сделали все, чтобы сегодняшнее поколение росло под мирным небом и не знало, что такое война. Ирина Птоха, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказывает.